Я в Стокгольме, с такой вот сомбрэйрой привез Настя из Мексики. Мы завтра с ней встречаемся, будем помогать нашему клиенту из СНГ с получением карты. Это будет Nordic Bank, на который будут перечисляться его зарплаты. Плюс надо будет получить ID-карту, но просто карта резидента у него есть, которую он использует для въезда в Евросоюз. Эта карта без ограничений дается на первые два года, потом ее можно продлить и после этого уже получить паспорт резидента Евросоюза. Это более 160 стран без визы, Канада, Америка и так далее. Мы находимся в Стокгольме, в банке. Будем открывать банковский счет для человека, которому помогли с трудоустройством в Швеции. Это что за банк? Банк SABM называется. Хороший обычный банк. Почему выбрали его? У меня у самой есть этот банк. В этом же банке можно потом открыть счет для предпринимателей. То есть если открывать свое дело, в этом же банке можно открыть счет, чтобы все было в одном месте. Очень удобно. Понятно. Что сейчас за этап трудоустройства? К чему мы сейчас подошли? Сейчас человек уже приехал сюда, зарегистрировался, начал работать. Мы открываем счет в банке для того, чтобы на этот счет перечислять зарплату. Понятно. В будущий раз, это был месяц, да? Несколько месяцев назад? Два месяца. Мы подавали на лобовую бумагу. Что он получил? Получил человек личный номер уже месяц назад. Вот с этим личным номером сейчас мы можем идти и, собственно, открывать счет в банке. Понятно. По поводу своей компании. Товарищ просто мне в свою душу подвижал. Хочу открыть свою компанию в виде ИП. Как? Это делается очень просто. Через интернет. Нужна такая штука, которая называется банк-айди. Вот. Она... Это как идентификация личности. Вот как паспорт, только в электронном виде. Вот. Ее можно получить в банке. Понятно. Сколько там получается под налогом? Когда нужно просто налоги? Налоги нужно... Как бы так, получается, каждый месяц ты договариваешься с налоговой, то есть рассчитываешь приблизительно, какие будут расходы, доходы. И приблизительно каждый месяц можно установить сумму, которую ты будешь платить. Но раз в год, потом идет переучет, и тогда ты уже или доплачиваешь, или получаешь назад. Понятно. Следующий уровень – это ID-карта, которую мы будем получать. Да, ID-карта, да, это удостоверение личности, которое действительно в Швеции. Там будет написан уже шведский личный номер, имя, фамилия. То есть вот как паспорт, только для Швеции. Понятно. Мы сейчас уже заходим, и я тебе еще вопрос поздаю. Хорошо. Хорошо. Хорошо.